Всем привет, с вами Надбар, и я встречаю вас на весеннем рассвете шестой серии по игре Life is Feudal Forest Village. На данный момент, да, как я и сказал, у нас весна, год шестой. Мне, кстати, подсказали 25 человек, вот здесь написано в скобочках, а то я все время считаю, короче, лишнее что-то. Повзрослел только что один ребенок, и как раз у меня есть возможность поставить его на деревья. Так, мы его туда поставили, отлично, теперь у нас пойдет дело немножко веселее. Значит, у меня сейчас тут лен, здесь яблоки. Насчет инструментов. Мне написали, что вот, типа, есть улучшенные инструменты, есть обычные, действительные, тоже что-то такое, помню. Глянул вот сюда в постройки. Ну, а здесь, получается, нельзя строить, здесь только улучшенные. Оказывается, вот есть домик плотника в самом конце, вот он здесь. И, оказывается, только он делает деревянный инструмент, представляете? То есть, получается в самом конце, но это же не очевидно, я, ну, они могли бы поменять местами. Немного странная штука, видимо, или забыли разработчики, или забили. Непонятно, так что у меня сейчас два выхода. Либо пусть люди работают без инструментов, а это, как мне тоже написали, плохо, они будут работать очень медленно и неэффективно. Либо же строить все-таки домик плотника, либо его пропустить и постараться успеть все-таки сделать сейчас угольную печь, ну, и потом, соответственно, плавильню для того, чтобы делать чугун, а из чугуна уже делать нормальные улучшенные инструменты. Это сложно будет, но у меня сейчас есть один строитель, и он, по-моему, уже почти даже достроил вот эту вот постройку, так что, наверное, с вот этого и начнем. Пусть он строит, здесь пока в плавильне никого нет, потому что плавить не на чем. Для этого нужен уголь, которого нет, потому что еще не построили угольную печь. Короче, много прям всего нужно сделать, и это большая беда. Я поставил мод достаточно интересный. Что делает этот мод? Он некоторые ресурсы переносит из амбара в склад. Если вы помните, раньше у нас дрова и шкуры лежали в амбаре. Теперь у нас они лежат в складе, и одежда, и инструменты тоже будут лежать здесь. Это поможет разгрузить немножко амбары, которые реально перегружаются намного сильнее, чем склады. Крутой мод, всем рекомендую поставить, потому что действительно дисбаланс небольшой был. То ли амбары очень маленькие были, то ли склады слишком большие, непонятно. Но теперь у меня таким образом получилось хотя бы немножко эту нагрузку сбалансировать, и мне кажется, попроще пойдет дело. Еще один ребенок подрос. Это высокообразованные дети. Они дадут себе знать. Я очень на это надеюсь. Так что тут посадили? Тут уже посадили, можно снимать одного человека здесь. Что по деревьям? Давайте здесь остановим вырубку, а здесь включим. Хорошо. Так, по рыбакам... По рыбакам. Может быть, добавить одного рыбака, потому что по рыбе беда. Давайте добавим одного рыбака. Вот так. Так, еда нужна, чтобы была разнообразна, иначе хорошо это не закончится. Так, есть один учитель и есть один чувак здесь в стойле караванов. Но мне вот интересно, а нужно ли его там держать, пока караваны не работают? Пусть будет на всякий случай, может он охранять его, будет... В принципе, плюс-минус один человек для меня не так принципиально. А что здесь? Наконец-то достроили угольную печь. Ставим одного ребенка сюда. И пусть он плавит древесный уголь, который у меня запрещено брать. После того, как он его переплавит, этот уголь заберет чувак в плавильне. Ну, давайте пока что начнем. Пока еще не подрос никто, да? Пусть вот так это все работает. Никто не отдыхает. Но я бы попросил собрать ресурсы еще... ...с территории города. Тут достаточно много, да, ресурсов разных. Вот так. Пусть собирает вот этот один строитель, пока так. И еще пора расширяться. Пора расширяться, потому что у нас уже полностью все взрослые. Детей нет. Кстати, смотрите, как тут тропинку можно, да, проложить аккуратно. Может быть, сейчас как-нибудь тут интересно дом поверну. Давайте сначала тропинку накину, чтобы было видно, да, где можно строить, где нельзя. И я хочу все-таки построить тут лачугу пока что, потому что для дома тут место неподходящее. Ну, все-таки рядом вода. Для лачуги, мне кажется, получше, и я бы ее вот так вот повернул и как-то поставил бы поинтереснее. Хочется прям что-то чего-то такого необычного. Еще под каким-то таким причудливым углом очень. Может вот так, да? Смотрите, она как раз залазит. Вот, да, по-моему, это оно. Ну, немного не то. По-моему, так, да? Аммм. Во. Отлично. Немного под другим углом, то есть это и не 45 градусов, и не 90, это градусов, по-моему, 30 я поставил. Чтобы эффективно использовать всю-всю-всю площадь, которая здесь получается. Тут потом еще что-нибудь построим, не знаю, может быть, костер, да, потому что тут уже... Хотя этот захватывает, все, не знаю. Так, это шалаш знахаря, который... В котором никто не должен работать, а в нем разве работают? Нет, никто не работает, да, все правильно. Плавится уголь, отлично. В таком случае... Надо какого-то человека откуда-то снять все-таки, или подождать, пока ребенок повзрослеет. Давайте одного дровосека уберем и поставим сюда, потому что нам инструменты нужны прямо очень сильно. Уберем одного, наверное, дровосека и улучшим вот эту вот вещь, чтобы они быстрее здесь работали, потому что скоро эти дрова будут расходиться и на уголь, и на обогрев людей. Так что пока что нужно это улучшать. Давайте двоих строителей поставим, чтобы они как можно быстрее это закончили. И потом мы уже сможем делать улучшенные инструменты из дерева, руды и чугуна. Руда у нас есть, дерево есть, чугуна ноль. Вообще ноль, труба полная. Странно, я же вам ограничил шкуры. Шкуры. 800. Окей. Давайте даже так, 500. Посмотрим. Еда набирается, все набирается. Ну пока пусть так и будет. Пока что все ок. Есть чугун, появился. 7 штук. Нормально, дело бодро идет, я думал медленнее будет. Хорошо, нужно еще откуда-то человека снять. С сада я не могу, с поля тоже не могу. Охотника тоже не могу. Надо ждать, пока ребенок повзрослеет. Там потом быстро будем делать уже. Ну давайте четверо. А, еще и лачуга строится. Надо приоритет увеличить здесь. Вот это важнее сделать. Хотя и лачуга, в принципе оно нам не надо будет до зимы. Ну пусть сделают пока то. Но когда уже появится ребенок, а? Ладно, инструменты тоже нужны. Тут не очень медленно начали все делать. Воу, опять подвесон автосохранение, а вы только посмотрите. Так, один человек из одного, больше тут нельзя поставить. А здесь можно еще поставить? Нет, нельзя. И здесь нельзя. Хорошо, везде работает по одному человеку, это прекрасно. Тоже проложим везде тропинки. Мне нравится делать такие обходные пути, чтобы все было красиво, грамотно. А, ну да, пусть тут, и так будет, там потом что-то придумаем еще. Как раз вот ровно, да, получается такой перекресток здесь. Отлично. Ух ты, ничего себе, смотри, что они тут настроили уже. Это будет улучшенная лесопилка. Вот это серьезно. Это уже очень серьезно. Один строитель только у нас остался, еле-еле работает. Аж загибается. Камень заканчивается очень быстро. Наверное, придется поставить одного человека на постоянку в каменоломню. 22 градуса. А, лен уже начали собирать, да? Начали собирать лен. Как раз один ребенок повзрослел. И мы его поставим на поле, пусть он собирает. Два раза успеем засадить лен. А сад пока ничего, он, скорее всего, в этом году плодоносить вообще не будет. Так что одного человека там оставлю, пусть работает, старается. Отлично, дрова есть, готовы. Ждем взросления еще одного ребенка, и пусть работает. Так, лачуга. Важно поставить лачугу. 25 человек. У нас все улучшенные лачуги, да? Все улучшенные, это хорошо. Угу. Сразу я хочу отсюда, от входа, проложить тоже тропинку человеку. Так же? Ну, вроде так. Лучше не будет, это точно. Угу. Вроде бы достаточно хорошо все идет. Вот древесный уголь, да? Сразу он уходит сюда, в чугун. А потом угольная печь сюда поставляется дрова. Дрова заготавливаются здесь, пока что у нас вот столько. Нормально все идет. И кузница тоже работает, здесь всего хватает. Отлично. Просто замечательно. Про улучшать ее нельзя. Это максимальный уровень. И здесь тоже улучшить... Здесь нельзя улучшить чугун. И здесь нельзя улучшить угольную печь. Ну что ж, придется с этим смириться и ждать, пока еще повзрослеют дети или вырастут новые. А что это у нас никто не строит? А ну-ка, давай. В чем проблема? Ресурсы не несут? Это кто вообще? Строитель? Это бездельник. Вот кто это такой. Не хочет ресурсы носить. Сломался. Вот отлично улучшенные инструменты уже пошли на склад. У нас их есть небольшой запас. Это означает, что полностью у каждого человека... Че происходит? Женщина, работай. Я никого не хочу обидеть, но... Пусть работает. Она просто бегает, ничего не делает. Ну смотрите, это же строитель, вот. Строитель, почему? Почему ты ничего не делаешь? Давайте пройдемся на склад самостоятельно и возьмем... Дерево там, не знаю. Так, вот дерево, да? Укрыть инвентарь. Вот я хочу взять дерево. Подождите. А, пауза. Сюда выйти. Сколько здесь нужно дерева? Тридцать. Ага. Хорошо. А где она там? Сейчас буду самостоятельно все таскать. А давайте дерево возьмем по максимуму. И... Погнали. Есть в инвентаре дерево появилось. Сейчас все самостоятельно придется делать. Что-то разленились мои жители. Или затупили, непонятно. Так, только что я видел иконку. Бросить... Подождите, бросить? А... Ладно. Еще раз пауза. Смотрим, что тут еще нужно. Дальше. Еще нужно... Подождите. А как подтащить вот это дерево прямо к лачуге? Давайте еще разок попробуем. Взять ресурс. Отлично. Немного постараемся вот как-то так поделать. Может это потому, что криво стоит этот дом. Вот смотрите, бросить, да? Здесь можно бросить ресурсы, а здесь нельзя. Значит все-таки... Если я его поставлю здесь, это будет считаться, что... Типа он к вот этому зданию относится. Ладно. Давайте еще десяточек возьмем. Дерево. Так, это не то. Так. Открыть инвентарь. А десятка дерева еще нужна. Так, достаточно удобно они сделали. Хорошо, что можно самостоятельно брать. Иначе бы я вообще без ничего остался. Так, бежим. Где тут эта лачуга? Сюда бросить ресурс еще. Ой, чувствую, я что-то неправильно делаю. Так, пауза. Что еще нужно? Еще нужен камень десять штук и сено десять штук. Хорошо, и потом можно строить. Интересно, можно за раз сразу несколько видов ресурсов взять? Попробуем. Камень десять штук. Ага, камня максимум двенадцать. Придется все-таки в две ходочки побежать. Так, есть, погнали. Бросить ресурс. Ну, не дай бог она сейчас застраивать не начнет. Я прям не знаю, что буду делать. Так, и еще нужно десять единиц сена. Так, окей, взять. Взяли сено. Если что, потом переназначу другого человека, какого-то сюда поставить. Так, секунду. Вот, бросить ресурс. Отлично, все ресурсы есть. Опа, строить, да, можно было строить? Отлично. Сейчас застроим сами все самостоятельно, потому что ничего не хотят жители делать. Так, давай, 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 давай. Че, все, построили уже? Хватит. Ну-ка, давайте глянем вообще, что-то построилось. Ничего не построилось. А что вот это за иконка? Ноль из четырех. Что вот это такое? Ноль из трех. Она унесла все ресурсы. Она все поуносила, в чем дело? Вот бы ты так же охотно их обратно сюда нанесла. А, я понял. Ей, наверное, мешает вот эта вот штука. Ну-ка, взять ресурс. Так, это, наверное, еда какая-то, да? Давайте ее самостоятельно отнесем сюда на склад. В амбар, вернее, взаимодействовать. Так, есть прав, взаимодействовали. Ну, думаю, теперь должна строить. Просто тут к гадалке не ходи. Наверное, мешала ей все-таки бочка, которую никто не хотел забирать. Да, я был прав. И такое бывает. В чем дело? Почему-то он уснул, а почему? А, недостаточно у него угля, наверное. Да, принес уголь. Или... Да, все. Я был прав. Опять же. Странная штука. Не растут пока дети. Отлично. Лачуга достроена. Давайте, наверное, сразу ее даже я улучшу. Надеюсь, проблем не возникнет в этот раз. Так, давай. Пока еще никто не родился новый, чтобы я никого не выселял, чтобы у всех дом был. А хотя нет, кого-то вот выгнали все-таки. Кого-то все-таки выгнали. Сюда ничего не влезет, наверное, уже. Нужно проверить. Так, лачуга. Да, уже вот в эту сторону ничего не влазит. Возможно, колодец поставлю или костер, опять же, какой-то. Лавка лекаря, таверна, школа. А что тут еще есть? Каменная башня. Ну, вот можно башенку построить. Не знаю, правда, зачем она нужна. Защитное сооружение. Значит, защитное сооружение. Крепость замка позволяет исследовать новые технологии и повышает эффективность работы. Ух ты! Подождите, че вы хотите сказать, что у нас уже переплавили весь, всю руду? Ух ты! Ничего себе, ребят. Окей. Давайте двух на руду. Одного потом на камень пустим. Как-то чересчур бодро работает строитель этот. Ну, вернее, чугуноплавитель. Может, их пока на паузу поставить? А, потому что руда уходит и на кузницу, и на чугун. Вот оно как. Руда прям во все щели, скажем так, идет. Хорошо. Надеюсь, сейчас, когда я поставил двоих ее добывать, пойдет дело немного лучше. Ну, не знаю, у нас запас уже есть определенный инструментов. Может быть, пока что стоит их убрать. Вот, наверное, пока что отключим. А вот этого на паузу поставим. Даже, наверное, просто человека уберем. Отлично. И поставим его лучше камень таскать. Есть. Как раз у нас уже ноль детей. А в новой лачуге сейчас начнут рожаться дети. Ну, или же в доме. Да, ожидается пополнение. Отлично. Так как я и думал, что еще здесь есть. Замковый кузнец. Рынок. Ослиная фер... Ага. Вот оно что. Наверное, мулов, ну или ослов, можно выращивать на ослиной ферме. Дом щитовода. Смотрите, какие дорогие все эти постройки замковые. Стена, ворота, замка, каменная башня, крепость, замка. Ну, конечно же, крепость мне очень хочется построить. У нас тут равнина, да, везде? Везде равнина. Не получится на возвышенности поставить замок. Так что будет он у нас попро... Осень. Осень, осень, осень. Ну, здесь как бы ничего не пособирали бы мы все равно. Да. Льна мы собрали более чем достаточно. Это точно. Так, снимаем одного строителя, ставим его на сад, пусть хоть что-нибудь соберут. И снимаем одного... Наверное, вот этого человека, который чугун полавил, тоже снимаем пока что. И тоже ставим его на сад, пусть хоть что-нибудь пособирают. Ну, немножко, скажем так, упустил тот момент. Но главное, основное количество ресурсов собрали. Сейчас они отсюда быстро все соберут. Особенно если я... Где тут человек, который все это делает? Вот он, да? Давайте вот так. Все. Я думаю, сейчас еще где-то сотню соберут они льна, и будет нормально. Все, зима, минус один. Ну, что успели, то успели, нам пока не так принципиально это было сделать. Снимаем всех и загоняем в шахты. Чего нам требуется больше всего? Наверное, камня требуется больше всего. Ну, и руды много требовалось. Возвращаем одного человека лес рубить. Смотрите, как тут заросло все. Я даже не вижу, где тут... Лесники-то стоят. Куда они делись? Так, ну вот, я одну вижу. Вот вторая. Ничего себе не позасаживали, да, деревьев? Ну, пусть пока эти рубят, а потом эти начнут. Это прекрасно. Так, сумка несут репу. У меня спрашивали, почему я называю это репой. Вернее, почему я называю эту картошкой, если, очевидно, нарисована репа. Потому что вот, картофель. Картофель, роз. Ну, а собирать, конечно, собиратели собирают любой ресурс. А под овощами тут много чего может быть. Так, ну, по-моему, хорошо, да, стоит улучшенная лачуга. С замком, конечно, полная жесть. Уличный фонарь, статуя пугала. Хм, а что пугала делает? Вот, наверное, декоратию отпугивает птиц и ускоряет рост культур и деревьев. Вау. Вот это, вот это по-настоящему интересно. Только зимой не видно ничего. По-моему, тут на стропинке нет никакой. Я так понимаю, что вот радиус, да, по которому идет влияние пугала. Помню, что тропинка точно есть вот тут, возле колодца. Давайте вот так поставим. И еще одно пугало поставлю для вот этого здания. Так, пугало. Впервые вообще встречаю пугало. Очень прикольно. Еще раз что делает? Отпугивает птиц, ускоряет рост культур и деревьев. То есть даже деревья оно ускоряет рост. Потрясающе. Удивительная технология. Так, а сюда можно куда-нибудь его бахнуть? А, ну ладно, наверное... Вот тут проход, да, получается? Вот давайте так. Не самое эффективное место, знаю, но все равно хорошо. И еще я, наверное, поставлю вот тут, возле лесорубов. По-моему, тоже хорошее место. Раз деревьев даже ускоряет рост, то почему бы не поставить? Оно почти бесплатно стоит, зато... Я хочу верить в то, что буст от него будет очень даже прекрасный. Радиус, конечно, не очень большой у пугало. Да где же здесь лесорубы? Вот они. Так, зимой вообще очень сложно разглядывать. Так, пугало, да? Вот сюда. Все сейчас там построят, все будет отлично. Что тут у нас еще есть? Статуя ничего не дает. А потом фонарь ничего не дает. Указатель ничего не дает. Давайте фонарь поставим. Большой уличный фонарь. Как раз тут хорошее место. По-моему, где у нас главная дорога идет? По-моему, как-то так, что ли? Ну, так или иначе, пусть здесь ставят. Не самое плохое место. Так, и что у нас еще есть? Ладно, давайте пока что оставим в покое это одного несчастного строителя, а то он, наверное, думает, господи, сколько ж работы. И все зимой. Самое ужасное, что все это зимой происходит. Отлично, склад пополняется. Вот Леон все это принесли на склад. Иначе бы это все шло в амбар и были бы проблемы. Что-то вот я рыбаков добавил, а толку от этого ноль. Так, давайте уберем тогда одного. Да, некого убирать, все нужны. Все нужны. Попробуем убрать с караванов человека и добавить еще одного рыбака вот сюда. Вот таким вот образом. 27 человек, то есть у нас двое, два ребенка родились и где-то они растут, я думаю, здесь. Да, ребенок здесь и еще где-то ребенок должен быть, но не буду его уже искать. Возраст людей написан кому-то 39, какому-то Ивану 39 лет уже. А вот кому-то 48. Интересно, как ему может быть 48, если городу всего 6? Наверное, изначально у жителей был определенный разброс. С пугалом прикол, конечно, не знал, что работает оно. Почти все поле охватывает. Интересно, если два поставить пугала, что будет? Они почти бесплатны, но если от них есть какой-то реальный толк, то я бы поставил еще одного. Не хочется, правда, место захламлять. По-моему, тут у нас можно еще здесь поставить, да? Угу. Здесь точно еще можно. Давайте так поставим. Потому что тут тропинка идет, тут как раз ничего я больше не поставлю, кроме как пугало. Ну или фонарь, да, какой-нибудь можно сюда поставить тоже. Будем украшать город. Это важно делать. Что это? Ух, ничего себе, размерчик у нее нет. Давай, давай, до свидания. А вот это пусть влияет, тоже охватывает остальную часть поля. Надеюсь, это действительно поможет, толк какой-то от этого будет. Очень полезную вещь мне написали, что да, вот есть дом счетовода, где показывается статистика и графики по деревне. Эта вещь идет уже в замке, и стоит она, как вы видите, очень-очень немало. У меня пока нет столько ресурсов, уже потом, когда поставим замок, когда у нас будет все в крутых стенах, уже займемся по полной программе этим. Так, у нас есть запас небольшой, если что, чугуна. Так что в любой момент мы сможем снова включить кузницу и сделать улучшенных инструментов. Пока вот так. Улучшенная лачуга, все у них есть. А рыбы почему-то жрут по полной программе. Один рыбак, я так понимаю, один работает, один носит. Может, я не прав. Рудная шахта, каменоломня, пока еще ресурсы не заканчиваются. А где клиняный карьер? По-моему, где-то здесь он был. Вот он, да? Совсем незаметный зимой. Тоже выносят, работают нормально. Прибавляются ресурсов, пора задуматься о еще расширении. Пока на все хватает, то вот большой дом, кстати, можно сделать. Что он дает? Жилое помещение больших размеров, где жители питаются и греются в холодное время года. Высокий шанс зачатия ребенка. Количество жителей 10, бонус к счастью плюс 20. А... Так, кстати, общагу можно на 18 человек построить. Но это, по-моему, кошмар. Я бы построил вот этот большой дом. В принципе, плюс 10 человек. Мне кажется, мы спокойно выдержим. Может и нет. Ладно, давайте все-таки с обычного дома начнем. А вот этот я улучшу в следующем году. Так. Вот тут я, по-моему, хотел его где-то поставить, но здесь проблемы с терраформингом будут или нет? Не могу понять, ничего не видно. Ночью включили. Да, теперь видно. Вот странно. Смотрите, если здесь ставлю, то нормально. На одну клетку влево. Даже вот так. Смотрите, что происходит, а? Вот буквально на миллиметрик сдвигай, и все, уже начинается проблема. Но меня это не пугает. Я все-таки выберу правильную позицию для дома, и пусть сами выравнивают. Я ничего им не буду делать. Вот, отлично. Новый дом сейчас будет. Ставлю под обычным углом. Потому что, ну, все-таки так эффективнее немного. Потом уже начнем баловаться, поворачивать. Пришел мишка. На поле. Я так понимаю, пугало медведей не отпугивает. Оп, охотник прямо на поле зарубил его. Вот еще пугало поставили. Можно, конечно, еще здесь где-нибудь его поставить. По-моему, тут, может быть, место даже есть. Проверим. Так, декоративный элемент. Кстати, вот заборчики еще есть, да? Так, это что? Ага, это выход в игру. Так, пугало. Нет, сюда оно не ставится. Здесь можно было бы, но здесь тропинка идет. Что? Глинодобытчик умер в результате несчастного случая. Плохие новости. В таком случае вот так вот делаем. Камень нужнее. Хммм. А людей-то мало. Нужно больше людей. Я надеюсь, дом построят, и дело пойдет чуточку бодрее. Зима, год шестой. Так, что-то я сильно отдалил, прям взлепило меня. Строй этого нет. Никто и близко даже и не думает его строить. Хотя строитель есть один. Но у него работы, видимо, хватает. Я там понаставлял всяких пугал. Слишком сильно разрастаемся в плане производственных мощностей. Но хорошо, что я проскочил обычный инструмент и сразу улучшенный сделал. Возможность была, люди работают, на всех хватило. Можно было бы, конечно, еще сделать. Хммм. А знаете что, у нас заканчиваются дрова. Проблема за проблемой. Так что здесь по деревьям? Домик лесника. Еще есть им что рубить, пусть рубят. Но странно, дерево медленно прибавляется. Надо убрать, наверное, одного каменолома и добавить сюда на рубку деревьев. Не успевает один человек полностью поддерживать нужное количество. Чтоб люди не мерзли. Мол, жив, и вот тут охотники охраняют прямо за углом. Щепугало стоит возле охотников. Нормально должно быть. Странно, а вот третий ребенок родился. Отлично, скоро, значит, будет плюс три человека у нас. Здесь не работает никто. Почему? Я же тебе приоритет поставил. Где этот работник? Почему он не идет? А с чего бы снять? Везде все ресурсы нужны очень сильно. Давайте пока учитель нам не нужен, учителя снимем, поставим его, пусть работает. Потом, когда повзрослеет ребенок уже, тогда учителя я поставлю. Пока что, все равно никто не учится в школе, подростков нет. А строитель нужен. Правильно? Правильно. Никто не пугало не строит, ничего не строят, пусть хотя бы дом сделают. Новые люди нужны. Очень надеюсь на то, что пугало действительно ускорит рост. Непонятно, насколько это правда. Может, пасеку построим потом еще? Но по еде у нас пока проблем никаких нет. По еде вообще все шикарно. Ранняя весна, 0 градусов. Выгоняем людей из шахт. Немного не успели накопать, но им уже нужно идти на поля. Двоих сюда. Да, пусть садят лен. Одного на всад. Троих собирателей. И, наверное, давайте полным ходом все строить, потом уже возобновим, наверное, по шахтам беготню. Одного я уберу из дров. Пусть работает так. И поставлю его на лес. Пусть рубится здесь. Так, это пугало, подождите. Вот, сюда человека добавим. Может, топи включить, чтобы работали? Но что тут они как-то не очень охотно рубят. Вроде бы и охотно, вроде бы и не очень. Пугало у них тут уже построено даже. Вот пошло дело, начали наконец-то строить. Можно одного убирать. Уже нет такой сильной потребности. Нужно много камня. Давайте на камень поставим. Теперь можно прикинуть, что можно сюда. Ой, нет, это много. Это не влезет. Пасека точно не влезет. Ничего сюда, наверное, не влезет. Никакие не амбары. Порт. Порт точно не влезет. Ну, только башенку какую-то можно поставить, но мне не совсем понятно, какой это не толк. Наверное, чисто декоративный. Защитное сооружение. Да, все больше ни слова. Деревянные ворота. Деревянные ворота, деревянные столбы. Дорого стоят. Представьте, это за одну единицу, да, получается такая цена. Шесть дерева стоит вот одна единица, одна клетка. Куда все дерево делось? Так, я понял идею. Давайте включать, наверное, срубку здесь. А, у меня ни те, ни другие не рубили. Опа, а как так произошло? Как так произошло, непонятно, но пусть рубят. Дерево надо, что-то оно быстро ушло прям. Глиняный карьер, никто не работает, правильно. Опять автосохранение, да? О, достроили, да? Отлично, жилой дом, четыре из пяти. Э-э-э, этот мы пока не можем улучшить, дерево мало. Ну, ничего не могу с этим сделать. Ждем, пока наберется 150, и тогда будем улучшать, чтобы быстро все это произошло. Пять детей уже родилось. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, весна, год седьмой. Ладно, наверное, за кадром подожду, пока наберется достаточное количество дерева. А на этом спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, свои пожелания, и увидимся в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok